Майки там-то разошли, а это нас записано в суток. Чтобы написали, что было. Ты не можешь писать, попроси брат, чтобы написал. Что ты запомнила? Смотрите, котика никак не обижайте. Он очень нужен нам. Обязательно везти, чтобы дневники. Не отвлекайтесь никуда. Вчера смотрели фильм. Если будет дождь, то среди недели будете фильмы смотреть. И будем обсуждения везти по фильму. Вот вы смотрели, северная природа. Что именно там на севере, где нас нет? Какие деревья, какие животные? Как с ними правильно обходиться? Я вам сегодня показал немного, что у нас такие деревья, растения. Вам в жизни все сгодится. Мы еще сделали поход куда-то. Хотя бы небольшое правило выживания. Сейчас есть такие лагеря, небольшой островок. И туда ребят забрасывают. Кажется, на три дня. Ни с собой ничего нету. Пропитайся. Спрячься от непогоды. Так, кто может сказать вчера, что в фильме смотрели? Ну давай. Поближе подойди. Поближе подойди. Смотрели про животных. То, что символ России это медведь. Бурый медведь. Его находится самое большое количество медведей в России. Он больше всего расстроен. У него еще был рысь и много птиц. И была рыба-игла, она была похожа на происхождение морского конька. И он так же вынашивал яйца. Не женщина, а мужчина вынашивал яйца. Ну происхождение это они уже придумывают там. Карась и комар разные. И мы на них не похожи. Но что, такие животные есть, которые опасные. Мы будем смотреть про акулы, кобры отдельно. Какие там есть. Погибают люди. И у нас этого ничего нету. Мы спокойно. Девочка пасет. Это, конечно, неправильно. Надо, чтобы несколько человек там было. Одна в степи. Потому что настолько это опасно. Сколько лет я уже об этом толку. Это никак не годится. У нас нету змей. Змей нету. Вот рядом 30 километров хвойный лес. Энсипалитный клещ. Ты можешь дураком сделать от него. У нас нет энсипалитных клещей. Просто их нету. Малярийные комары. Люди умирают. Вот говорят, сколько людей погибает от белой акулы. Она людоед. Оказывается, за год погибло не больше 40. Сколько от львов? Ото львов 300 примерно, я так говорю. 300 человек. А от комара сколько? 5 миллионов. Миллионов? А на его смотреть-то не на что. А почему? Малярийный. Он заражает, начинается эпидемия где-то. И нам надо Бога благодарить, что у нас нету здесь ни льва, который бросается. Людоед. Ни тигра, ни леопарда. Вообще ничего этого нету. Просто вот самая большая это кошка. Вот один серый леопард. И за это надо Бога благодарить. Вот горы, показывают горы. Гора на горе. Не пойти, не залезьте. А у нас куда хочешь, туда иди. Просторы. Степь. Степь. Это лиственные, где-то растут хвойные леса, а здесь смешанный такой лес. Вот эти, которые лага идут, от которых они живут. Это остаток после потопа. Ноева. Когда вода размокла, год была под водой. А потом она уходила с земли и за собой вот так вымела. Вот где пруд, где вчера плавали. Вот это место, где вода запружена. Это остатки от потопа. Другого объяснения вообще даже никакого нет. Видно, что как. Потом мы пойдем, когда я вам буду подробно все разъяснять. Становись. Так, Тимофей, подними голову. Ты все время вот так вот смотришь. Это нехорошо. С детства ваша привычка останется дальше. Так, Калерия, иди сюда. Калерия. Так. У нее сегодня день ангела, день рождения. Сколько тебе лет? День. Девять? Да. Девять лет. Ну что у нас? У нас никак не отмечается день ангела, кроме канона. Поблагодарить. Иоанн Златоус запрещает всякие празднества дня рождения. А почему? Ирод, говорит, праздновал день рождения, и голова пророка была отрублена. Нашей заслуги никакой нет, что мы год прожили. Поэтому в этот день поблагодарить Бога. Пропели много лета, и что? Виктора Андреевича тоже день рождения. Что я говорю? Помолиться надо. У Яковлева Виктора Андреевича. У Виктора Андреевича сегодня тоже день ангела. Виктора Андреевича. День рождения. Вот же, вот наш врач. Он в краевую больнице работает. Потолагонотом. Без него никуда. Вот видите, сколько у нас каждый день нового. Какие планы на сегодня? Огород. Огород сейчас продует немного. Ну пока просохнет до огорода. А так трава пилите пока. Пока просыхает, в это время позанимайтесь. Чтобы вот как раз дать им, чтобы дневники запомнили, что вчера было за день. Как молебен у нас здесь был. Посмотрите, вот у нее губы обветренные как. Почему никаких мер не принимается? Она их лижет. Я говорил, что возьмите мед. Вот она стоит. Медом намазать или что-то приложить. У кого есть. Самое маленькое. Никаких лекарств других не надо. Естественно. Ну, сметаны сейчас нельзя. Потому что пост у нас идет. Это легко делается. И наложить чем-то там, приклеить или как мед. Мед это все устраняет. Ну что, давайте пропоем. Много или это... Кому? Возвольте. И Виктор Андреевича. Подача Господи. Благословение много лета брату Виктору и калерии. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето. Так, я предлагаю ее взять на кухню сегодня. И чтобы она показала, что она умеет делать. И сама спекла себе лепешку. Это будет очень полезно. Давайте поприветствуем пастуха. Кто там пасет? Там коров гонят. Пойдемте посмотрим. Как будто первая лепешка в репешке. Далеко не бегай еще. Какая Маша? Откуда Маша? Маши нету там в Глужковой. Куда ты качаться? Куда ты залез? Сейчас не играть. Слезь оттуда. Слезь оттуда. Слезь. Коровки. Все дохвалят Господа. Да, коровки? А где это? Батюшкина. Дядя Игоря Барабаша. Вот бык. Бык. О, какой, смотри. Он серьезный смотрит. Мощный парень. Еще один. Еще один. Еще такой же. Это не этот нападал? Вот не знаю. Кто-то из них. Это у него как у Мусолини взгляд. А это кто посет? Девочка. Катя. Катя-то? Катя, да? Да, да, да. Давайте громко. Доброе утро, Катя. Доброе утро, Катя. Подойди к нам, пожалуйста, сюда. А я хочу. А это быки. Три быка. Четыре быка. О, девяка. Пять. Не только. Маленькие бычки. А вот это кого? Это бычки. Не только девочки. Да можно больше. Ну-ка, отойдите назад. Кто-то позвал вас. Кто хотел пасти? Кто не пас? Кто не пас? Я еще не пас. Ты посла, нет? Нет. Кто-то позвал. Я тоже не посла. Ты не посла. Так. Я отойди сторонку от нее. Ты посла. Кто не пас? Я еще не посла. Казали, я не пас. Позвожи вот эту уголенку. Вы пришли сейчас позатрикать. Они будут догонять тебя. Хорошо? Ну, спасибо Христа. Они сами придут, да? Их приведут. Их приведут. Я не буду посмотреть, откуда и придут туда все вместе. Куда надо, посылаю их. Мы им дадим какие-то сумочки, чтобы с собой была вода, там поесть, что надо дорогой. Забор не ломайте. Андрей, не отставай ни от кого. Вперед. Андрей, шустрей, шустрей давай. Это у сестер у кого-то у кого. Старшим сестрам. Старшим сестрам. А ты поваром? Он раз туда. Залез. Каждое утро, чтобы была святая вода. Так, сегодня у вас есть восемь. Так, еще не могу. Так, как давать-то? Как давать-то? Как давать святую воду тогда? Так, как сели? Ни одного слова. Ни одного слова. За столом молчать? Да. Ничего не ясно. Кто будет разговаривать, он сюда, на колоскомете будет стоять. Так, скажите, как мы с ним приводим? В чем подавать? А так, говорит, как ты по одному блоку дайся? Кружки. Кружки, пожалуйста. А вы тогда кружки все? Ну, я не знаю, как. Нас осудят за это. Как мы будем подавать? Ну, всем кружки тогда раздайте. И мой наслевать каждому. Ну, не знаю. Так, кружки давайте, или как? Кружки мы с каждым раздавали. Даешь? Разговоры прекратили коммунистно. В каком кружке как собирать? Как есть сегодня я. Я, пожалуйста, в каждую кружку сейчас начерпываю. Ну, для меня это лишнее. Я не знаю, как это правильно сделать. Позоветуйте, как правильно сделать. Один из вариантов такой, пройти и каждому в ложку налить. Ой-ой-ой, я буду, знаете, сколько терять времени? Да я все кружки выдумываю. Я не пойму, обожди, на чем терять? Обожди. Сейчас остановись, пока я говорю, ты не можешь остановиться почему-то. Как правильнее делать? Если давать кружки, а потом для компота опять собирать назад. Вот место, вот сосиски. Соберутся и кружки. Или просто пройти каждую ложку налить, и как кружки. Не надо пока, не надо командовать. Простите. Я прошу полное спокойствие здесь. Никуда не ходи, стой здесь только. Я думаю так, кружку, вот, пустите, и каждый с себя ложечкой похлебнет. И ничего не надо. Нормально. Ложечкой, самое простое будет. Передайте. Ложечкой доставайте и хлебнете. Ты сколько здесь столов, столько кружек. Так, по одной ложечке себе хлебните. Вам понятно, как? Берете свою ложечку и хлебаете. И крошечку передаете, и святая вода. Третья крошка. Так, еще надо кружку сюда добавить. Где вода святая? А маленькая, подожди, отсюда дай-ка. Вот так, по одной ложке, это святая вода. Подай туда им туда. Я думаю, это самый простой способ. Андрюша, здесь мы стояли по уставам. Так, Виктор Иванович, передай. Передай. По одной ложечке возьмите, это для здравия, святая вода. Отсюда начинаем. Она уже попила. Она наш стол. Здесь все выпили уже. Нет, мальчик вот не брал. Все выпили. Девочки попили? Тогда берите, обратно совете. Девочки пили. Они не пили. Так, поэтому давали, нет по этому столу. Вот две девочки попили. Нет, берите воду, молечки. А что вы делали? Нет, Аня. Сначала с этой воды попробуйте. Ты пила эту воду? Вот, пила. Это ты не пил. Только пил, уже по своей у королевки. Прошла, не прошла. Сначала поставь и кружки. Сказала одновременно, кружки поши по столам. Или нету, или... Так, внимание. Господи Иисусе, крестья Сырии, Боже, помилуй нас. Аминь. Куда ходить не надо? Слава Божию. Сидеть прямо не наклоняться. Так, Тимофеяна. Сидеть ее, где она была в бутылочке. Отдай. Ребята, я выведу ее. Одна кружка. Вон вы, ребят. Ложкой почерпни, ребят. Вы, ребят, что почерпнули, то не давайте сюда. На душе, где кружки закопили. Везде должна быть четкость. Постоянно. Это разговоры, Игнать теперь. Кто разговаривал? Это надо наказывать. Кто разговаривал? А вот эти двое. Там девочки разговаривают. Ну кто разговаривал, выйдешь, стой там до обеда. Из наказания хаоса. Из наказания они не понимают, никак. Все делайте молча. Все, больше ничего нет. Глубы понемеют за столом. Так, кипитка. А мы, может, кто добавил?